Друзья, Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Лев Пономарёв так привык преодолевать многочисленные барьеры в общении с органами власти, что на вопрос о сложностях своей общественной работы сегодня неожиданно смеются. Я сейчас не стал четырежды иностранным агентом. В свой 80-й день рождения правозащитник получил, среди прочего, поздравление в виде надписи краской на дверях офиса и квартиры – «Логово защитника террористов». Речь, скорее всего, идет о запрещенных в России организациях Хизбут Тахрир и свидетелях Иеговы, которых Пономарёв лично считать террористами не спешит. Перед моим юбилеем было написано «Логово защитника террористов крупной красной краски». Они меня давно уже преследуют. Однажды был я избит непонятно кем, так сказать, крепко избит. Били по голове, ногами и так далее. Какая цель, я не знаю, но как-то вы там вовремя люди услышали. Это что, помещение ведь общественное? Мелор Александрович, расскажите мне, пожалуйста, почему вы устроили протестное... Вам придется с этим смириться. А вы не перебивайте меня. Сейчас, секундочку, не надо, получается. Ну, как? Вот у меня три организации, юридические лица. Ну, они специализировались как-то, у каждой своя, это естественным образом. А все они являются, входились в общероссийское движение за право человека. Отдельно был фонд защиты прав заключенных, потому что специфика понятна. И отдельная горячая линия, куда могли обратиться по любому вопросу, и мы по любому вопросу занимались защитой прав человека. Это уникальная организация, потому что именно по любому защита прав человека. А большинство существующих организаций, как бы они там, большие организации, они все равно, даже известные, скажем, небольшие, они все равно занимаются узким кругом вопросом. Но когда мы столкнулись в лоб в лоб с проблемой ФСБ, крупные дела, а с другой стороны, так как мы крупнейшая организация, такая, я бы сказал, еще народная правозащитная организация, то, естественно, я вот такими, да и более громкими делами занимался, я, может быть, больше, чем другие. Ну, например, мемориал. Мемориал признает политических узников. Ну, вот так, чтобы к ним пришли с улицы, и родственники сказали, вот, давайте им заниматься, а что нам делать, помоги нам. Ну, и Хизбут-Тахрир, вот, мусульманская мирная организация, тем не менее, их сажают на 24 года. Хотя, так, нигде не, даже не обвиняются в терроризме, они дают 24 года. Да, свидетель и горы. Чекисты, они тренируются на оригинальной группе, как это было в Германии, да, а потом уже наваливаются, уже наработав опыт, наваливаются на основные группы населения. Его имя стало первым в списке Минюста именем физического лица иностранного агента. Судя по всему, в и без того непростой деятельности Пономарева это обновление статуса уже не играет большой роли, но чувства вызывают тяжелые. Живется трудно, оскорбительно, когда ты видишь, что ты иностранный агент, оскорбительно, когда миллионы людей по телевидению узнают фамилию Пономарев, может быть, впервые, а сразу узнают, что я иностранный агент. Но сама власть вынуждена потом объяснять, а вот почему она занимается враждебной деятельностью, а какой? А вот здесь они сказать практически ничего не могут. И вот они будут дальше говорить, еще клеветать и придумывать, и какие-нибудь мне подсовывать провокаторов там и так далее, уничтожать они. Постоянное обновление списка иностранных агентов привело к ощутимой волне эмиграции общественных деятелей, юристов, журналистов. Лев Пономарев с пониманием относится к тем, кто решил уехать, но для себя такой перспективы не видит. Мне слишком много лет, чтобы куда-то уезжать. Более того, на мне ответственность организация, и мы ничего-то делаем. Понимаете, пока я что-то могу делать в стране, и когда вот прямо завтра за тобой придут, я могу понять. Ну вот, например, Павлов выехал, адвокат Павлов. Уголовное дело возбуждено, ему как бы намекнули, либо уезжаешь, либо уголовка. Да, это я понимаю. Цель моей, сейчас того, что я остаюсь здесь, и жизни моей уже, мирное, демократическое преобразование политического строя. Я, может быть, это, конечно, не быстро делается, но я на это работаю. Все, что я делаю, работает на это. Я не вправе их осуждать, как он, потому что я не знаю причин. Вот, Быкову сказали, он понял, вот один раз его травили, да, второй раз он останется, его травят. Но все равно у людей, тем более, когда они долго живут, в эмиграции, у них меняется уже. Надо что-то делать, надо влиять. Я предлагаю им влиять на мирное преобразование, но они не могут это делать, потому что они же уехали. Ну, большая честь, что меня первого сделали. Но теперь я вижу, что я очень большой компанией, очень достойных людей. Будем наблюдать, как говорится. И я в каком-то смысле делаю на себе эксперименты. И похоже, что следить за его результатами правозащитник намерен до конца. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.